Пока что Азербайджан это более богатая страна, хотя надо отметить, что динамики роста у стран разные, если в Азербайджан в стагнации уже второй год как минимум, то Армения растет, но пока что, да, скажем так, паритетов ресурсов далеко, это конечно влияет и на закупки, но нужно понимать, что если та сумма, которую имеет сегодня Армения тратить эффективно, еще и учитывая, что эта сумма каждый год будет расти, будем надеяться, то как минимум дойти до момента, когда напасть на Армению это вот такая прогулка и легкая задача, я думаю, что эту ситуацию можно будет изменить, что конечно Азербайджану не выгодно, однако я думаю, что тезис о реванше, который Алиев о нем постоянно говорит, я не думаю, что это близко к правде, это конечно просто способ давления на Армению очередной. Я думаю, что на долгую перспективу может опасаться, конечно, поэтому они пытаются очень сильно сейчас влиять на Армению и добиваться уступок сейчас. Я думаю, что впрямую гоняться даже не всегда есть смысл, надо исходить из задач, которые имеются, на определенные угрозы можно и асимметрично отвечать, исходить из того, что мы обороняющаяся сторона, то есть я думаю, что конечно о полном равенстве в период до 2030 года говорить пока не стоит, а что будет после, тоже пока в таком меняющемся мире сложно прогнозировать. Но в целом, если армянская экономика будет расти, а азербайджанская нет, то когда-нибудь можно дойти тот день, когда настать тот день, когда у Армении будут сравнимые ресурсы. При этом политически Армении сегодня уже есть достаточно широкий набор партнеров, с кем можно проводить и подготовку войск и закупки оружия.